Ребята, всем привет! Ну наконец-таки пришли все титановые болтики и теперь у меня есть абсолютно все запчасти, чтобы собрать наш дифференциал повышенного трения для самодельного гоночного болида. Смотрите, сколько по итогу деталей получается. Я даже сам не ожидал, что их будет так много и сейчас мы все это дело соберем в кучу и будем продолжать создавать заднюю часть гоночного болида. Буквально только что настолько удивительно придумал конструкцию, друзья, как это будет выглядеть в конечном итоге, что просто не мог устоять и не начать снимать видосик. Имеется в виду не только дифференциал, а еще вообще вся эта задняя система в целом. Я на самом деле долго думал. Так что приступаем, ребята. Ну вот так всегда. Только хотел начинать сборку и тут я вспоминаю, что детали не заанодированы. Надо их покрыть тонким слоем оксида алюминия. Поэтому быстренько опять сварганил свою станцию для анодирования. Закинул свинцовый лист, закинул деталь, прикрутил болтик титановый. Сейчас залью кислотой, дам ток и буду анодировать. Красить скорее всего не буду, чтобы детали получились вот такого алюминиевого цвета. Но зато была антикоррозийка. Дело не в покраске, а дело в защите металла. Всё-таки не на один день делаю, будет вот такое. Здесь очень важно помнить главное, на электрод мы подаем минус, а на деталь плюс. Всё, можно заливать кислотой. Благо у меня уже есть готовый раствор. Почти хватило. Чуть-чуть не покрывает. Сейчас добавим водички естественно дистиллированной. И будем запускать процесс, друзья. Добавляем напруги. Ну вот так, я думаю, будет нормально. Всё, пошёл процесс. Повсплывали какие-то жировые пятна. Надеюсь, это особо сильно не скажется. Вроде цвет поменяло, друзья. Пытался царапать. Царапается с хрустом, так что всё нормально, анодирование удалось. Налил горячей воды, чтобы начать процесс закупоривания пор. И незамедлительно поставлю на анодировку вторую деталь. Но вроде бы всё неплохо получилось. Детали поменяли цвет. Вот видите, здесь я снял защиту. Здесь первоначальный цвет металла. Ну а здесь оно такое вот серое стало немножко. Это желтые. Пока вторая половина на закреплении. Мы можем воссоединить две детали, которые должны напрессовываться одна в другую. Поэтому сейчас я нагрею. Но предварительно нужно вот здесь промазать герметиком. Естественно, я подготовился и приобрёл герметик для этих целей. Знатно что-то я надышался кислотой, ребята. Греть нужно довольно сильно, но аккуратно. Сильно, потому что маленький диаметр плохо расширяется. И чтобы он хоть как-то расширился, надо прям прилично подогреть. Ну что ж, погнали. Вот так вот облом, короче. Недостаточно прогрел. Такой вот форс-мажор образовался, друзья. Ну ничего страшного, болтами задавлю. Хорошо по отверстиям попал. Вермитос немного вылазил. Это очень хорошо. С обратной стороны выглядит вот так. Вторая деталь с пылу с жару тоже поменяла цвет на белый, более светлый. Болтами все же надо притянуть, чтобы весь пакет сплющить как надо. Не знаю, насколько плохо от такой температуры герметику, надеюсь выдержит. Ребята, смотрите, что получилось. Успешно удалось поженить две детали, напрессовать. Сейчас очень хорошо видно, насколько отличаются цвета анодированной поверхности и нетронутой, которую я защищал специальным химически стойким зеленым скотчем. Ну собственно теперь можно все это дело разбирать, как подостынет и всыпать всю вот эту мачмалу. Как вы можете заметить, еще довольно много деталей осталось. Чтобы вы не думали, друзья, что здесь от болты все делается, буду озвучивать кое-какие конструкторские штучки. Здесь все продумано, даже очень. Вот, например, вот эта посадка сейчас измеряется при температуре. Получается в плюс девять соток. Для такого большого диаметра подшипника это более-менее нормально. Здесь естественно одна десятка не будет натяг, потому что сам подшипник он тоже будет нагреваться, но он расширяется меньше, нежели алюминий. Поэтому все это дело нужно учитывать, чтобы его не закусывало и еще чего доброго, чтобы его не порвало. Получается, что при разогреве дифференциала посадка будет уплотняться и соответственно наружное кольцо, если мы его опять же в алюминиевом корпусе будем делать, оно будет наоборот ослаблять посадку. Это-то мне и надо, друзья, чтобы посадка здесь ослаблялась и здесь будет гулять, компенсировать тепловой зазор. Потому что дифференциал и в эту сторону будет расширяться и сужаться. То есть все-все-все, абсолютно все будет продумано и будет сделать весьма даже элегантно. Идем по порядку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok После сборки основного узла стало любопытно, смогу ли я его хоть как-то провернуть. Потому что очень уж здесь жесткая пружинка. А так как машинка будет легкая, остаются вопросы, рассчитана ли эта пружина под легкие машины. В чем я сильно сомневаюсь. Хотя на машине будут стоять гоночные слики, которые сильно прилипают и тем самым компенсируют эту жесткость. Решил я проверить, друзья, смогу ли я провернуть. Смотрите, сделал какой стенд. Создал большой рычаг и зажал за гранату патрон токарного станка. И сейчас я постараюсь провернуть это дело. Сейчас патрон крутится свободно. Но если рывком, можно попробовать создать большой момент. Потому что там большое передаточное число и двигатель не успеет так быстро раскрутиться. Проворачивается, ребята. О, пошло. Смотрите по рискам. Вам сразу станет все понятно. Ну что ж, холодную обкатку, можно сказать, дифференциал прошел. Можно его теперь дособирать уже окончательно. Прессовать все подшипники там и так далее. И поставить, как говорится, на полочку до лучших времен. Да нет, шучу, конечно же. Продолжить собирать гоночный болид. Я, конечно, ребята, немножко затягиваю. Но сейчас полетный сезон у меня. Сейчас надо подготовить все самолеты и полетать на них поставить рекорды скорости всевозможные. Ну а потом зимой мы, поверьте, очень плотно болидом займемся. Очень плотно. Так, дошло дело до сальников. Вставляем. Надо как-то заколотить их. Я надеюсь, в процессе создания болида я не угроблю их. Потому что до суда надо будет часто вставлять шрусы. Поставил одинаковые сальники. Рыжие ставить не стал. То есть это обратного направления, так сказать. Если в обычном автомобиле у нас корпус стоит на месте, то здесь корпус крутится, вращается вокруг своей оси. Так что такие дела. Если, допустим, с одной стороны начнет как-то подкапывать, подтекать, можно будет заменить. И, кстати, насчет заправки масла туда вовнутрь. Где тут у меня сапун и прочие-прочие вопросы, оставшиеся недосказанными. Друзья, моя задумка такая, что корпус очень малого объема. То есть там свободного пространства ну наверно 0,5 или 1 кубический дециметр всего лишь. И особого расширения по воздуху быть не должно. И опять же, а где здесь сапун ставить? Потому что все это вращается дело, понимаете, вокруг своей оси. Обычно в верхней точке ставят. А где здесь верхняя точка? Здесь нет верхней точки. В верхней точке самое масло будет собираться. Заливаться будет оно вон туда, через дырочку. Надо, кстати, будет при окончательной сборке не забыть это сделать. Заправляется до тех пор, пока не потечет. И у нас получается будет некий такой вот уровень масла, где-то треть дифференциала. На оборотах он будет опять же растекаться во все стороны, прижиматься к стенкам. Ну я надеюсь, что диски будут цеплять. Не знаю, посмотрим как получится. Но такие дифферы делают. Есть в природе, стоят очень дорого и их невозможно практически заказать. Это надо гоночную команду иметь. Ну что ж, вот как-то так. Естественно, это еще не все. Смотрите, сколько винтиков осталось. Осталось присоединить крепление звезды и саму звезду. Но эта деталь еще не завершенная. Видите, какое здесь толстое тело. Я его оставил на более точную подгонку. То есть здесь можно будет стачивать и просаживать звезду. Поэтому, ребята, пока я ее не анодировал. Но все равно мы ее сейчас прикрутим, хотя болты затягивать полностью не буду. И будем двигаться дальше. Не забывайте, что мы еще сегодня не закончили ничего. Всё, сборка завершена. Весит довольно-таки прилично. Но не забывайте, друзья, это целый узел. Здесь есть корпус дифференциала. Здесь есть корпус крепления всего этого дела к автомобилю. Здесь есть подшипники. Здесь есть сальники. То есть система смазки присутствует. И присутствует система привода, то есть звезда, которую можно менять на больший диаметр, на меньший диаметр. То есть изменять всевозможные настройки. Так как узел в сборе, можно его окончательно завесить и сохранить данные. Килограммы, килограммы. Всё, погнали. Сколько? 8,3 килограмм. 8,35. Рука трясется. Тяжело. Ну что ж, друзья, начинается самое интересное. Будем создавать задний привод. Сделал шаблон, согласно чертежу. Это будет некое подобие маятника. В нем будет реализовано крепление нашего дифференциала примерно на таком расстоянии. И будет реализовано натяжение приводной цепи. Качаться здесь ничего не будет. Плиты будут стоять достаточно жестко. А натяжение цепи будет реализовано с помощью эксцентрика. Ну что ж, приступим. А для работы нам, естественно, понадобится дюралевая плита 20. По-моему, по ней ходили ногами. Шаблон хорошо подходит в притирку. Как их отсюда выпиливать, ума не приложу. Но всё-таки кое-какие мысли есть на этот счет. Попытаюсь как-то частично справиться с помощью дисковой торцовочной пилы. Ну а дальше обработаю либо напильником, либо фрезерным станком. Плиты предварительно готовы. Конечно, мягко станок режет. Это очень радует. Дальнейшая обработка, друзья, будет производиться в следующем видеоролике. А у меня на этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите вдохновение своим жирным лайком. Всем пока, до новых встреч, друзья!